Закия Давлядшиновна в августе отметила 90-летие. Вот уже 20 лет она живет безобыки. Так ласково называет своего покойного мужа. Ветеран войны не теряет оптимизма, но годы берут свое. Без медицинской помощи уже не обойтись. А два года назад Закия Хаярова чуть не умерла. Вторую жизнь помогла вернуть терапевт. На момент, когда наша съемочная группа приехала к пенсионерке, мы оказались не первыми гостями. Нас опередили медицинские работники. Люди в белых халатах измеряли наши героини давления, делали ЭКГ, УЗИ. Причина не в плохом самочувствии. Так выглядит плановая диспансеризация на дому. 2020 год – год особенный, юбилейный 75-летие победы. И в этом году диспансеризация 2020 началась у нас необычно с 1 ноября 2019 года. Сегодня успешно диспансеризацию прошли 98% основной группы ветеранов войны. Это инвалиды, участники военных действий, солдаты последнего военного призыва, узники и блокадники. Также качественный профилактический медосмотр получили 90% вдов участников войны. Здоровье тружеников тыловрачи проверят летом. Мы знаем, что участников инвалидов Отечественной войны маломобильных примерно 90%. И диспансеризация в основном проводится на дому. В области создано 39 врачебных бригад. В состав бригады входят терапевт, врач общей практики, хирург, лор, окулист и невролог. Медобследование также проходит и в стационарном режиме. Наряду с лекарственной терапией, к примеру, в областном госпитале ветеранов войны широко применяются физиоозоны, лазеров, фитотерапии. С помощью барокамер в учреждении лечат гипербарическим кислородом. Этот метод ликвидирует дефицит кислорода в организме и повышает иммунитет. После проведения диспансеризации провести реабилитационные мероприятия, чтобы подлечить наших ветеранов, чтобы как можно большее количество их участвовало в праздничных мероприятиях. Профилактические медосмотры организованы в поликлиниках Ульяновской области. Ринат Альулова, Данил Сурков, Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова